ТЕРА ОНЛАЙН В принципе, как поживает ТЕРА ОНЛАЙН на приватном сервере ОКЕРОН, я вам уже рассказывал и даже показывал. Однако сейчас появился новый повод вспомнить про сервер, так как на него было установлено масштабное обновление, которое и контента добавило, и плюшек разных приятных тоже завезло. Я же сегодня быстренько пробегусь по этому обновлению и расскажу вам, что к чему. Ну а еще оставлю вам ссылочку на скачивание клиента, чтобы после ролика вы могли пойти и лично опробовать новый контент. Но перед началом напоминаю, не забудьте поставить лайк этому ролику, подписаться на канал, если вы тут впервые. Ну и конечно же напишите в комментариях, приходилось ли вам играть в ТЕРА ОНЛАЙН и что вы о ней думаете. А мы будем начинать. Для начала, если кто-то вдруг не знает, давайте я немного поясню касаемо самого сервера. ТЕРА ОКЕРОН это классический сервер ТЕРЫ, где игра начинается на острове Зари с классическим набором классов и с активностями в виде Нексусов, локаций Альянсов и так далее. В общем, все как мы с вами любим. Однако при этом администрация сервера периодически выкатывает обновления, которые расширяют контент, но при этом не отходят от классической составляющей, что как по мне очень даже круто. Последнее глобальное обновление было установлено на этой неделе и несколько разнообразило контент как для фанатов ПВП, так и любителям ПВЕ. Начнем давайте с того, что же ожидает ПВЕ игроков. Во-первых, это новые ПВЕ рейтинги. Во-вторых, новые инстансы, например, церковь Капримы, сложные версии крейсера и глубинного храма, а несколько позже еще завезут шпиль страха и экстрим версию дракана. В-третьих, учитывая появление новых данжей, само собой, был добавлен новый ПВЕ сет экипировки и оружия, а также новый ПВЕ сет бижутерии. Про ПВП игроков, как я говорил, тоже не забыли. У них также новые ПВП рейтинги, новая арена железная клетка и новый формат небесной арены 5 на 5. Ну и, конечно же, также новый ПВПшный сет экипировки и бижутерии. Помимо всего этого, обновление включает в себя еще и появление небесных замков, завладеть которыми будет, кстати говоря, достаточно трудно. Также обновление привнесло в игру новую уникальную квестовую цепочку у NPC Мьяка в Верхнем Дозоре и новое задание на локациях Альянсов. Еще с обновлением в игре появилось новое белье для персонажей, специальный NPC примерочное в Велике и Верхнем Дозоре. Ну и в нагрузку, дабы прокачанным игрокам жизнь малины не казалась, были усилены мировые боссы и драконы в зоне Альянсов. А также появилась Поляна Древний с рейтингами для каждого класса. Ах да, и чуть не забыл. По просьбе большого количества игроков, ДПС Метр тоже завезли в игру с последним обновлением. Так что теперь вам не придется устанавливать сторонний софт, чтобы узнать, кто в пати выдает самый мощный дамаг. Ну что же, в целом весьма недурно. За свои полгода существования сервер получил больших и маленьких обновлений больше, чем в свое время официальный сервер получал за год. И мне кажется, это хороший показатель. Так что если вдруг решите поностальгировать в Терра Онлайн и насладиться классической версией игры, но при этом с новыми уникальными плюшками, то ссылочка уже ждет вас в описании. Смело переходите, регистрируйтесь, качайте игру и вперед Варборею, качаться и наслаждаться ее красотами. Я же в свою очередь думаю, по случаю обновления, нужно будет собраться и провести стрим по Терре. Так что следите за анонсами и присоединяйтесь ко мне на стриме, да и в игре тоже присоединяйтесь. Будем вместе качаться и проходить данжи. На этом буду закругляться. Мне как-никак нужно еще для вас парочку обзоров запилить на новые ММО проекты, так что не теряйтесь надолго. Ну а чтобы не пропустить новые ролики и стримы на канале, рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите все важные анонсы и новинки ММО жанра. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца, желаю вам удачи и побольше крутых игр. И помните, если вы вдруг друид, остерегайтесь медведей. Субтитры сделал DimaTorzok